Добрый день! Сегодня мы рассмотрим два кубоиды от компании Vita Den. На коробочке написано 3х3х11, но на деле это два кубоида 3х3х10 двух версий, вариант 1, вариант 2. Определить это можно визуально. Если мы возьмем настоящий 3х3х11, то легко заметить, что он заполняет все пространство внутри коробочки. У 3х3х10 остается место еще на один слой. Просто на коробочках сэкономили и 3х3х10 кладут в те же коробки, что и 3х3х11. Напомню, их также было две версии. Могли бы, конечно, чуть-чуть побольше потратить усилий на дизайн, но производитель ограничился лишь тем, что информацию о модели нанес на эти наклеечки. Здесь вот 33112R, это 3х3х11. На десятках 33101B и 33102B. Ну, вначале буква W. Если на десятках понятно, что буква B может значить, что это black, черный пластик, то на 3311 непонятно, что значит буква R. Если кто-то знает, напишите. Насколько мне сейчас известно, уже в продаже, на момент записи этого видео, версия из цветного пластика 3х3х11 и также продается уже 3х3х13 и 3х3х15. Ну, понятно, что продается пока в Китае, но когда я это опубликую, возможно, будет уже и в России. Извлекаем из коробок. Убиверсии открываются они также сзади, как и 3х3х11. Раз. И два. Инструкции, конечно же, в коробочках нет. Ну, вот я поставил рядом 3х3х10 и 3х3х11. Понятно, что 3х3х11 больше на один слой. Ну, если сравнить с кубиком 3х3, то, ну, 11-слойная модель больше на три слоя, а 10-слойная на два. Что, в принципе, очевидно. Так здесь стандартные, ну, там 56-57 миллиметров. Напомню, в чем различия версии 1 и версии 2. В том, что на средних слоях элементы развернуты перпендикулярно. Так же, как это было сделано на кубике 3х3х7. От той же компании. Об этом я подробно рассказывал в видео 3х3х11 версия 2. Кому интересно, посмотрите. Подобные изменения конструкции заставляют собирать в начале кубоид совсем по-другому. И перемешивать тоже становится значительно сложнее. Но принцип работы не сильно меняется по сравнению с 3х3х11 той же версией. Для начала, рассмотрим первую версию, которая является классическим кубоидом. Их ранее называли кубик, потому что они сохранили форму кубика. Сейчас это уже больше параллелепипеда. Хотя, так же можно перемешивать как 3х3. Если мы будем перемешивать как 3х3 11-слойную модель, то при повороте на 90 градусов здесь остается 4 слоя. И здесь тоже 4 слоя. На 3х3х10, естественно, будет по-другому. И в повороте на 90 градусов с одной стороны будет 3 слоя, а с другой 4. И по сути, вот эта часть кубоида будет такая же, как на 3х3х11. Средний слой, нижний слой. Ну, с желтой стороны. А верхняя будет на один слой меньше. Высказывались мнения, что на четных кубоидах, а 10-слойный это четный, не будет среднего слоя, который нужно собирать, так же как на 3х3х4. Но средний слой тут ярко выражен. Вот этот, как раз получается 6-й снизу и 5-й сверху. Средний слой есть. И кубой становится несимметричным. И в этом, наверное, его главная особенность. То есть, если бы мы взяли кубоид 3х3х9, то он бы от 3х3х11 ничем особо и не отличался, кроме того, что нужно собрать по одному дополнительному слою. Здесь же появляется асимметричность. И это добавляет интереса в сборке. На данный момент больше нет информации о выпуске четных кубоидов. И 3х3х10 пока остается одиноким. Ну, если считать из новых, что были 3х3х8 и 3х3х6 от этой компании. Так что есть смысл его приобрести, несмотря на то, что в нем количество слоев меньше, чем в 3х3х11. Понятно, что по сравнению с 3х3х11, те же 13х15-слоевные кубоиды будут отличаться только количеством слоев. Более ничем. Я так предполагаю. Вряд ли они там какую-то еще фишку сделают. Буду их приобретать. Уже начинаю сомневаться по поводу приобретения версии 2 больших кубоидов. Но я еще подумаю. Чем же плоха или интересна асимметричность? Тем, что мы, вращая грань кубоиды, с одной стороны получаем 4 слоя, с другой 3. И здесь перемещенные элементы 4хслойные, а здесь 3хслойные. И теперь мы не можем вращать вот эти вот желтые детали. Они у нас уже блокируются. Можем вращать только вот на таком уровне. Соответственно, мы не можем перемещать друг относительно друга вот эти элементы, именно желтую шапку. Соответственно, для того, чтобы собирать желтые элементы, нужно предварительно сосредоточить все белые элементы на этой стороне. Здесь же все как раз хорошо. Мы можем вот это все вращать. Ну, а желтые, они вот как бы зафиксированные по 2 остаются. И, да, эта особенность достаточно интересная. То, ради чего стоит четный кубоид приобрести. Но есть еще момент. При выполнении алгоритмов, к примеру, нужно что-нибудь там на третьем слое сверху переместить. Мы разворачиваем, как-то тут что-то вращаем, и слой становится не третий сверху, а уже четвертый. Я так пару раз ошибся во время сборки. Ну, сейчас мы это все соберем, и вы увидите. То есть, по сути... А, почти. Хотел сказать, что короткий обзор можно здесь заканчивать и переходить к скрамблингу, но во время также сборок, помнится, версия 2, по-моему, мне также вылетели пара элементов. А десятка вращается чуть лучше, чем одиннадцатислойная модель. И, возможно, она сильнее расслаблена, и поэтому вот элементы вылетают. Ну, раз вылетели, то там можно посмотреть и строение. Оно достаточно такое... Не заковыристое, банальное. Все такое прямоугольное, но оно работает. Эти очень тонкие детали вылетят интересны. То есть, крайние элементы, внутренние элементы. Остальные такие же, но должны быть. Раз они все взаимозаменяемы. Ну и внутри, возможно, что-то вы увидите. Разбирать целиком не буду. Конкурентов у этого кубоида все равно нет. Ну, как легко оно вылетело, так же легко оно вставляется обратно. К примеру, в прошлый раз вставилось. Попробуем в реальном времени это сделать. То есть мы собираем элементы вместе. И как в трешке пытаемся вставить. Без каких-либо проблем. Ну, понятно, всего по одной сборке на десятках я сделал. Еще, наверное, притрется. Еще можно будет добавить смазки. Но пока вращается неплохо. Надо просто быть поаккуратней. Заранее скажу, что для версии 2 Вот эти вот перпендикулярные элементы Добавляют еще больше интереса, чем на 11-слойной модели. Так как вот эти ребра становятся идентичны Вот этим всем 4-м. Если на 3х3 на 11 Легко было отличить Вот трехслойные ребра, вот четырехслойные ребра. И если мы находили трехслойные, То можно было сразу понять, что они со среднего слоя. Здесь же трехслойных еще плюс 4. И идентифицировать их можно только по белым наклейкам. Просто надо чуть внимательнее быть. На этом могут завершить просмотр тех, Кто хотели ознакомиться вкратце с этими кубоидами. Покупать их однозначно стоит. Качества вполне приемлемые. Да, иногда детальки вылетают. Но четные кубоиды стоят того, чтобы их приобрести. Да, цены на эти кубоиды не совсем дешевые. Даже дороговато, особенно в российских магазинах. Но они интересны. Далее я покажу особенности скрамблинга двух моделей. И их, наверное, я соберу полностью. Видео наверняка затянется. Так что, кому не интересно, можете тут остановиться. Ну а мы переходим к особенностям скрамблинга. Если взять версию первой, то здесь все стандартно. Перемешиваем тонкие слои. Вращаем. Так. Побольше. У нас уже заблокируется желтая грань. Но мы вращаем все остальное. Желательно не на 90 градусов вращать тонкие слои, а почаще и на 180, чтобы сильнее разбивалось все. Повторяем процедуру несколько раз. Так. Ну и можно перемешивать как 3х3. Перемешиваем аккуратно, зная, что детальки могут выпасть. Десятки крутятся получше, но вот на 3х3 на 11 дальки у меня не выпадали, а тут было дело. Сейчас вы это тоже видели. Ну и вот такое вот получается в перемешанном виде. Это первая версия 3х3 на 11. Сразу перемешаем вторую. Вначале тоже задействуем только тонкие слои. Вращаем их так. Вращаем так. Вращаем как-нибудь вот так. Сделаем все то же самое. Средние слои игнорируем. Пока вот эти грани только на 180, тонкие слои как угол вращаем. Ну вот здесь уже желтый слой заблокирован, уже не перемешаем. Так. Ну вот что-то перемешалось. Хотя давайте чуть-чуть еще. Что-то не очень достаточно. Ну вот как-то так. Вторая версия перемешана. Мы опять замечаем, что средние вот эти вот комплекты по 3 ребрышка не перемешивались. Поэтому их нужно так же как в 3х3 на 11 повернуть на 90 градусов. Получается 2 на белой грани и 2 на желтой грани. Так же как там мы развернем вот эти вот углы, чтобы вращались тонкие слои. Для этого мы возьмем ОЛЛ двойные глаза из кубика 3х3, который здесь не зря лежит. То есть вот такой вот ОЛЛ, который самым простым способом решается через 3 пиф-пафа. И ориентируем вот эти углы. Фронт. И 3 пиф-пафа. Так. Углы развернулись. Можем перемешать ребра. Как-нибудь. Так. Так же ориентируем уголки с этой стороны. Фронт и 3 пиф-пафа. И это мы пока все еще только перемешиваем. То есть на второй версии вот такие вот заморочки с перемешиванием. Ну или возможно кто-то может это делать эффективнее. Обязательно напишите в комментариях. Так. Здесь слишком много красного. Поэтому вот так потасуем. И еще повращаем. Причем с обеих сторон. Так. Ну эффективно мне кажется, когда вот такие вот сине-зеленые тройные ребра все будут в разнобой. Вот одно хорошо перемешалось. Вот это совсем не перемешалось. Это чуть-чуть. Сдвигаем так. Сдвигаем еще. Да. Слишком много красного. Добавим синего в наш комплект. Так. Ну что-то вот такое. То, что у нас здесь вот белое собралось, это не так страшно. Оно скорее всего перемешается. Давайте сделаем еще пару движений каких-то. Рандомных. И пару слайсов. Так. Ну и вот после этого перемешиваем теперь как 3 на 3. То есть скрамблинг в версии второй более нудный. Надо быть более внимательным. Иначе перемешается плохо. Ну опять же, как я делал с 3 на 3 на 11. Попробуем определить вот среди двух версий какая первая, какая вторая. Потому что издалека они выглядят одинаково. Так же, как и тогда, мы должны вспомнить, что на версии первой кубоиды подобного типа есть центры белой и желтой, квадратные. Все остальные состоят из трех элементов. Поэтому квадратных таких наклеек кроме белого и желтого цвета мы не увидим. На версии второй мы здесь получаем еще синие, красный центр, три зеленых и оранжевый центр. То же самое все и на десятках. Поэтому даже вот с такого ракурса мы видим две зеленых наклейки квадратных, а значит это версия 2. Ну а это версия 1. Определяется легко. Теперь давайте попробуем собрать. Ну, начнем с первой версии. Здесь все будет очень похоже на 3 на 3 на 11. Версии будут похожи друг на друга. Ну, нюансы какие-то обсудим. Для начала на первой версии нужно собрать средний слой, игнорируя все остальное. Будем держать белым вверх. Логотипчик VitaDen здесь красивый. Ну, желтым очевидно вниз. И нам нужно собрать вот эту вот узенькую полоску. Причем, если бы у нас не было перемешано как 3 на 3, было бы очень трудно понять, какая же полоска средняя из этих трех. Но, можем просто сделать вот в полоборота верхний и нижний слой, и мы понимаем, что вот три ряда, которые отвечают за средний слой, и вот этот элемент является центром кубоида. Ну, или самым-самым средним слоем. А, соответственно, к этому синему нужно в круг поставить красный, зеленый и оранжевый. Вернем обратно. Видим оранжевый в нужной ориентации. Зеленый разворачиваем, красный разворачиваем. Можно это делать и одновременно с постановкой реберных элементов, но вот здесь лучше быть повнимательнее. Видим зелено-красный стоит не так, как надо. Интуитивным движением его разворачиваем. Так. вот первый уголок есть. Такой небольшой люфт есть у элементов. Дальше сюда нужен синий-красный. Синий-красный не вижу, но вижу зелено-оранжевый. Его нужно поставить вот сюда. поднимаем зеленый, подводим к нему зелено-оранжевый и опускаем обратно. дальше остается красно-синий и синий-оранжевый. А с этой стороны ничего нет. Перевернем. Вот у нас здесь синий-красный. Вот этот элемент. Поднимаем. Вставляем. Опускаем. Вот у нас полосочка появляется. И вот еще синий-оранжевый. поднимаем оранжевый. Так. А, не с той стороны. Ну, кстати, заодно покажу и другой способ установки вот этих элементов на место. То есть, через слетчхэммер. В данном случае через F. F, R' F' R. И вот мы средний слой собрали. Возвращаем белый вверх. Ну, просто мне так удобнее, хотя это не обязательно. Здесь нужно собрать OLL. причем улл у нас будет двухслойный этого пугаться не стоит сейчас нас центр и один уголок правильно ориентированы остается ориентировать все остальное то есть по сути у нас сейчас вот такая ситуация , но мы сейчас не будем угадывать правильная , или неправильная поступим как в методе для начинающих для кубика 3 на 3 из заточки сделаем палку из палки сделаем ну соответственно крест фронт то есть я сделал f пиф паф f штрих ну не палка получилась а галка естественно и можно ее сделать но здесь уже очень похоже на молнию с блоком который делаюсь через жирную рыбку поэтому я применю алгоритм из фридриха а так можно сделать галку получится крест и дальше уже смотреть не факт что она правильно и не помню по моему здесь не так должно быть посмотрим да это была не совсем правильная жирная рыбка мы видим что ориентировалась все кроме одного элемента ну и как обычно и в этом случае поступаю если крест готов максимум всего собранного переходим на другую грань и там повторяем то же самое так что у нас здесь тоже . делаем из нее галку получился квадрат но мы уже знаем что квадрат неправильный поэтому решаем просто как галку и что мы получаем получаем неправильные глаза либо неправильные уши что вполне ожидаемо напомню что двухуровневый слой желтый и белый это то что нужно то что они в разные слои это не страшно возможно такое что еще крест собираться не будет тогда нам будет менять ребра верхнего и нижнего слоя но может быть на втором кубой у нас это получится но если не получится то в 3 на 3 на 11 это показывал кому интересно посмотрите сейчас нам нужно заменить неправильные элементы тут и тут ну давайте с белого то есть мы вот это должны заменить на тройной блок правильно ориентированных элементов вот здесь такой есть отведем его в сторону вот это опустим здесь поменяем и вернем таким образом у нас вот это грань где белый центр вся правильно ориентирована здесь же мы получили крест это рыбка на если присмотреться под правильно ориентированные элементы глазику рыбки то есть обычная правая рыбка ну могло быть что-то другое но уже стандартные из фридриха можно либо повернуть на бачок и пиф-пафами все это развернуть либо сделать а его и вот у нас кубоид ориентирован верно теперь надо собрать белый трест с белой стороны я обычно начинаю но на кубоиде 3 на 3 на 10 с желтого и не получится почему не получится вот захотим мы собирать вот эти элементы мы не сможем перемещать желтый слой можно конечно это как-то обходить и перемещать не знаю как мир даже нельзя обойти поэтому гораздо проще сначала собрать все белые элементы все их расставить по своим местам и в конце останутся только желтые которые мы будем переставлять по своим местам и все будет вращаться таким образом мы уходим от блокировок который возникает на четном кубоиде начинаем собирать ребер понятно что над средним слоем который нас отчетливо виден всего лишь четыре слоя с белой стороны поэтому нам нужно собрать по четыре элемента для каждого ребра смотрим у нас тут синего много скорее всего на месте даже получится собрать да синий ребро собрано на месте теперь смотрим какой у нас снизу снизу зеленые сможем ли зеленые собрать раз два три 4 4 элемента для зеленого ребра нужно поставить над зеленым центром поэтому мы опускаем место вставляем сюда готовое ребро и поднимаем возвратные движения нужны для того чтобы не сломать средний слой мне так собирать удобнее дальше кто у нас здесь внизу оранжевый пробуем собрать оранжевый так два есть нет больше детали оранжевого цвета значит их нужно откуда сверху достать то третий слой вот третий слой как раз мы сюда добавляем недостающие и получается все оранжевые ребра поднимаем вверх встается у нас только красная собираем красные элементы 4 в ряд и сюда нужно поставить пускаем вставляем поднимаем белый крест собран наверху очень много белых элементов что не очень хорошо при сборке углов здесь вот два слоя должны вместе стоят он давать как обычно смотреть что снизу напомню что элементы отсюда мы будем представлять вот сюда все так наискосок у нас вот этот цвет должен совпадать а вот этот не совпадать вот этот оранжево-синий который полностью совпадает нам не подходит смотрим под средним слоем элементы угловые в данном случае повращаем и вот то что нужно оранжевый зеленый а здесь оранжево-синий есть ли еще ради одного не стоит затеиваться еще нет а сюда нужно поставить их два пропустим синий красный центральный элемент должен быть синий оранжевый вращаем таких вообще нет здесь красно-зеленый должен быть красно-синий тоже нет и здесь зелено-красный так один есть 2 есть 3 есть ну и 4 народ не будет то что ну где-то было вот здесь вот эти три отправляем вот сюда и причем отправляем их все пятером выбирать не будем но опять же стандартный кубоидный алгоритм r2 у штрих м2 у р2 у штрих м2 и вот у нас три элемента встали на свое место дальше у нас оттуда что-то могло извлечься я не запомнил что там было поэтому проверяем заново зелено-красный потом сюда поставим смотрим как раз зелено-оранжевый не извлеклись ли один-второго нет жаль синий оранжевый так не появились здесь должен быть красно-синий вообще ни одного очень плохо значит будем доставать вот отсюда наверное так здесь у нас зелено-красные нам больше не нужны поэтому их можно ожертвовать так то есть вот 5 бесполезных элементов которые нам для сборки белой стороны не пригодятся их мы поставим вот на это место чтобы извлечь все что здесь есть тот же алгоритм r2 у штрих так ну и начинаем опять но сначала наверно можно зелено-красный поставить на место чтобы хотя бы один углу был собран сейчас мы ставим только один слой и вращать будем только один r2 у штрих l2 у ну белым обращаем один а желтые они уж сами движутся повторяем так первый уголок собран это хорошо так давайте посмотрим нашлись ли зелено-оранжевый один все равно нет синие оранжевые те же не все тоже нет ну и красно-синие один только один только один это но есть еще один а но он через слой и так собирать не люблю поэтому какие у нас зелено-красные не нужны вот ставим синий-красный либо красный-синий то есть синий красный вот этот правильный а красно-синий неправильный то есть ненужный один мы поставим на место остальное всяких вам которые нам не нужен такой и какой-нибудь желтый уголок тот четвертый слой уже должен быть уголком поэтому неважно какой здесь будет элемент ну и желтая что-то вот это управляем сюда и на место станет только один вот этот элемент тот же алгоритм вынимает ли нужно следите за количеством перемещаемых слоев что с одной стороны их 4 посмотреть на уголок становится 5 можно запутаться так смотрим что мы извлекли на извлекли мы давайте в очередной раз проверим оранжево-зеленый если он один есть второй вот сейчас редкий случай когда имеет смысл переставить ровно два элемента поэтому мы будем вот эти два слоя вращать сверху то есть первый и второй от центра р2 делаем теперь вращаем четыре в одну сторону а два верхних возвращаем l2 повторяем здесь зеркально так здесь очень легко разбиться поэтому я стараюсь подобную технику применять как можно реже только когда она действительно эффективна здесь у нас два элемента сверху стояли стадо полость только два сюда поставить ну вот зелено-оранжевые собрались делать так с каждым слоем по мне совсем неудобно ну и собираем оставшиеся уголки смотрим вот здесь синий оранжевый уже наготове есть ли у него друзья один есть 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 уголок где-то видео вот он все четыре элемента синие оранжевые есть поэтому ставим их на место ну чем дальше тем проще так три угла готовы и остается у нас красно-синие причем один элемент стоит поэтому нужно начинать чуть ниже то есть вот три элемента красно-синих этот нам не нужен то есть три слоя мы будем вращать R2 U R2 L2 вернее U R2 U L2 L2 ну и доворот с белой стороны все собрано переворачиваем ну а дальше все становится идентично сборке 3х3х11 синистная особенность то что можно путаться в количестве слоев ну если использовать алгоритмы которые задействуют только верхнюю часть кубика без движения D то наверное будет все идентично я обычно начинаю с углов ищу глаза то есть вот два красных угла это глаза глаза на этом слое на четвертом сверху тоже есть на третьем сверху есть на втором есть и на первом есть на всех пяти слоях сразу есть глаза мы их располагаем слева но если глаз нет то нужно здесь как-то вымудряться то есть я сейчас сделаю T1 для кубоидов сразу для пяти слоев если бы где-то глаз не было то пришлось бы алгоритм повторять R2 U все пять слоев но видим здесь 5 а здесь 4 не путаемся R2 U R2 U D пять слоев сейчас мне пальцы схлезну вверх я чуть не перепутал пять сверху четыре снизу R2 U R2 U R2 D 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 углы так все углы собраны я не ошибся это хорошо теперь нам нужно собрать пять слоев ребер смотрим у нас на пятом сверху слоя 4 элемента стоят не на местах и это никакой нестандартный перевал из 3 на 3 могло быть либо шахматы либо санки соответственно это паритетный случай что-то с ним сделаем для начала просто как-то переставим элементы особо на него сейчас смотреть не будем посмотрим что сверху вот здесь один элемент стоит на месте и 3 нужно переставить х нет переставить нужно только два это опять паритет и 4 и 5 свои это паритеты 3 смотрим так 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 на третьем у нас санки 4 не на месте на втором на стандартный ю первым против часовой стрелки и на первом тоже и опять сделал алгоритм сразу для всех пяти но соберутся далеко не все свои 4 5 паритетные нам важно что на том что на другом хоть как-то переставить элемент то что 44 неправильных это плохо и два неправильных напротив это тоже плохо касается 4 в слое здесь санки за один раз мы не решим поэтому как-то переставим и на двух верхних слоях стандартный ю первым то есть перестановка трех элементов против часовой стрелки ставим правильные стороны слева и делаем ю первым я чаще использовал горит с нижним слоем хотя есть альтернативы и только с верхним если использовать нижний слой то становится как-то все проще то что повторяешь одни и те же действия дважды горит нам следующий f2 м2 и теперь нужно сделать ты внимательно чтобы не ошибиться сейчас нас четыре слоя сверху 5 снизу то есть для нас будет вот так дальше r2 d штрих м2 внимательно считаем d r2 d штрих и отменяем f2 у нас должны были два верхних слоя собраться это случилось на третьем слое должна получить стандартная ситуация так и есть и на вот этих двух должен был измениться паритетный случай ну вот пятый слой два элемента стоят вот так это самый что ни на есть типовой случай паритета давайте его сразу решим это проще всего сделать четвертый слой и у нас плохой пока оставим решаем пятый сдвигаем м2 для пятого слоя d r2 d штрих м2 вот сейчас опять чуть не ошибся когда первый раз собирал я ошибся и сдвинул не пятый слой а четвертый ну или что-то такое и если так ошибиться то все размешается вместе с нижними слоями под пятый слой собрался теперь нужно что-то сделать третьим и четвертым сейчас мы сделаем горит сразу для двух слоев 3 решится но на четвертом как-то что-то переставится и потом мы дорешаем то что четыре элемента стоящие не на месте это плохо для третьего и четвертого делаем одновременно алгоритм 3 и 4 зеркальный ф2 м2 получается раз два три четыре пять раз два три четыре вот эти два так эвент 2 обратно так вроде не ошибся и что у нас получилось получилось какая-то ерунда на четвертом слое все равно четыре элементы стоять неправильно давайте теперь с ними разбираться нужно сейчас переставить их таким образом чтобы два встали на место и желательно они находились рядом соответственно здесь вот оранжевый сюда зеленый сюда очень нам подойдет для этого мы должны сделать перестановку по часовой стрелке так так ну просто повторим тот же алгоритм но только для четвертого слоя 2 2 так 2 обратно и вот стандартный паритет для четвертого слоя его решаем для четвертого слоя 4 вот отсюда так вот здесь вот становится их три но он все равно 4 над же я ни разу не ошибся при сборке 3 на 3 на 10 очень интересная головоломка несмотря на то что здесь на один слой меньше чем в 3 на 3 на 11 здесь очень надо быть внимательным то что вот этот асимметрия сбивает с толку ну а теперь приступим к сборке второй версии с чего здесь нужно начинать но опять же того что нужно собрать средний слой но в качестве среднего здесь сразу по три элемента то есть сразу три слоя мы должны собрать чтобы как-то объединять нам нужно сначала ориентировать белую желтую сторону но чтобы их опять же ориентировать нужно сначала нужные нам ребра поставить на эти грани то есть нужно это те которые имеют квадратные наклейки зеленого и какого там еще синего цвета можно поставить их все на одну сторону наверно так будет даже лучше чем эти ребра должны быть тройные но тройные у нас есть еще белые ребра с ними не путать если на 3 на 3 на 11 видишь тройное ставишь наверх и собираешь что здесь нужно еще обращать внимание на цвет первую зеленую компанию ставим наверх еще одна есть на самом деле не важно на какой грани это собирать просто для определенности их собираю на белый так белый белый вот еще вот еще получается вот сюда вот они собрал то есть три есть два зеленых два синих тройных ребра теперь нам нужно ориентировать вот эти уголки ну здесь это можно либо сделать пиф-пафами либо сделать ойлл который мы видим а здесь мы видим не пойми что ну что это не то глаза не да кто ну и давайте я сделаю двойные глаза как при скрамблинге это нам ориентирует три угла из четырех а этот мы просто ориентируем пиф-пафами как и версии 3 на 3 на 11 мы на этапе сборки среднего слоя а именно комплектации вот этих вот синий зеленых ребер можем делать любое количество пиф-пафов которая нам будет разрушать желтую сторону но если мы сделаем просто два пиф-пафа то вот этот уголок развернется два пиф-пафа а три остальные останутся на месте и вот эти ребра тоже останутся на месте а то что здесь все перемешается нам сейчас совершенно неважно то есть мы что сделали мы разместили все четыре нужных нам ребра на одной грани и ориентировали углы чем можно это делать любыми способами дальше мы по одному ребру собираем и меняем их на другие вот примеру собралось сине красное меняем на другое ну какое-то встало и не важно здесь опять нужно ориентировать вот эти два угла то есть мы можем опять повернуть вот так сделать два пиф-пафа для этого угла и два обратных либо четыре обычных пиф-паф пиф-пафа для этого но мы также можем сделать ойла уши здесь все же видят здесь уши я сейчас вот про такие уши вдруг ты не узнал то есть вот у нас все ориентированно и два угла ориентированно не так но опять же можно было развернуть пиф-пафами собираем следующее ребро чем вот это нам пока все равно какой-то вот из этих ну сразу видно что можно собрать вот зелено-оранжевые меняем его на следующее ну чтобы было поинтереснее давайте поменяем вот так нет так не интересно вот так давайте поменяем то есть у нас три угла будут правильно ориентированы один угол нет если мы попытаемся подобную ситуацию на трешке сделать у нас здесь все собрано все красиво и один уголок двумя пиф-пафами мы развернем кладем делаем два пиф-пафа здесь все красиво надеюсь все размешалось на кубойди нам вот на это все равно поэтому смело делаем два пиф-пафа то есть вот эта грань прощаем налево делаем два пиф-пафа так все опять ориентировано а значит мы можем вращать свои что самое интересное я не заметил что у нас собралось еще одно ребро и мы могли бы его сразу тоже поменять вот этот этап пропустить здесь надо быть повнимательнее ну заменим его вот на это и развернем еще вот этот смотрит вверх наклейка поэтому можно делать четыре обычных пиф-пафа либо два обратных я сделал его обратно так ну даже здесь вот последний ход можно не доделывать все у нас здесь сориентировалась осталось собрать вот это красное зеленое ребро кстати может быть такое что вы все хорошо ориентировали а здесь вот этой средней красной детальки и не будет а то есть придется доставать какой-то другой ребро снизу чтобы собрать вот это такое тоже возможно в итоге мы собрали 4 средних ребра два зеленых два синих и устанавливаем их теперь по своим местам зелено-красное между красным и зеленым центрами остальные все у нас наверное с другой стороны вот у нас есть синий оранжевые ставим синий красные все интуитивно ориентация самих вот этих центров боковых нам сейчас не важно поскольку они квадратные так и сюда зелено-оранжевые главное когда мы ставим новые ребра не разрушить старый ну и возвращаемся так белая сторона и здесь мы видим то есть нужно собрать крест мы видим что у нас не до крест для тех кто опять не увидел покажу на кубики три на три сейчас вот такая ситуация ты должен быть крест у нас одного ребра нет что на обычной трешки невозможно на кубоидах либо всяких там фишер кубах это называется псевдо паритета здесь нужно просто вот это неправильно ориентированное ребро заменить на правильно ориентированное с нижним слоем находим правильно ориентированное внизу если его нет его нужно сделать то есть примеру здесь не было ни одного хотя нет такого невозможно если у нас здесь нечетное количество неправильно ориентированных ребер то здесь тоже будет нечетная а меньше чем один быть не может поэтому одно всегда останется что мы делаем мы вот это неправильное опускаем вниз и заменяем на правильное а следует быть внимательным если она единственное то не стоит их друг на другом располагать 8 вот это вот опустим а заменять будет не на что поэтому предварительно отводим в сторону подводим место вставляем сюда ребро и возвращаем вот у нас получается крест но уже те кто освоились понимает что стандартного алгоритма мы здесь не увидим я вижу три угла под рыбку поэтому сделаю сначала рыбку обычную правую и у нас останется ориентировать только один уголок и если на этапе сборки среднего слоя мы имели возможность делать два пиф-паф и не обращая понимание на то что нижний перемешивается то сейчас этого уже делать нельзя то что ну средний слой собран будет некрасиво поэтому нам нужно вот это как и на первой версии заменять ну я делаю это на тройной блок перевернем и чтобы у нас тройной блок появился здесь надо что-то пособирать из точки сделаем галку вот получилось галка неважно какая делаем из галки крест вот получился крест но крест опять тоже так себе больше всего похож на двойные глаза поэтому давайте их сделаем очень хорошо вращается от 3 на 3 на 10 версия 2 нужно лучше всех вот этих кубоидов чтобы не разваливалась было вообще хорошо так и что у нас получилось у нас по одному неправильно ориентирный элемент то что на белой грани что на желтой ну берем неправильный тройной блок и заменяем здесь на правильный здесь много допустим вот на этот правильный заменим опустим и главное средний слой не разрушить и что интересно у нас сохранилось вот это бело-красное ребро и это хорошо ставим сразу его на место опять же как и в первой версии нам обязательно надо собирать именно с белого слоя потому что желтые вот эти не вращаются одно ребро собралось саму или даже она не перемешалась поэтому нужно собирать остальные но чтобы остальные ты собирать нам нужно чтобы на нижнем слое тоже все вращалась да здесь нужно доделать то есть мы видим здесь крест ориентирные углы и это получается войну восьмерка напомню что когда у нас одна сторона полностью собрана то вторая уже решается стандартными алгоритмы фридриха восьмерка ну или пиф-пафами можно это да решать так вот с этой стороны тоже все собрано возвращаем ну собираем что-нибудь снизу примеру оранжевое ребро собралось три элемента всего ставим на место то есть дальше сборка такая же как в первой версии поэтому я здесь постараюсь побыстрее чтобы никто не скучал я наверняка все уже заскучали ну да ладно собираем зеленую то ребра собрана нет не все синие еще собираем теперь углы сверху много белых углов ищем вот синий оранжевый снизу но к сожалению третьего элемента нет и на месте его тоже нет а где же он есть наверное вот здесь да чтобы его отсюда достать давайте его чем-нибудь выбьем сразу какие нам не нужны элементы пока не не давать просто выбьем а там уже посмотрим так и собираем синий оранжевый вновь вот они все вместе не ставим их на свое место меньше элементов собирается все быстрее то есть на первой версии здесь было бы не три слоя а 4 здесь было бы не 4 а 5 поэтому чуть побыстрее сборка идет зелено-красные вот у нас три штучки ставим и сюда отправляем так хорошо нужны зелено-оранжевый если такие один все больше и какие еще нужны синий красный вот они красно-синий один на месте стоит поэтому давайте вот эти два внутренних сюда поставим с возвратами так туда и один назад так на месте но остается зелено-оранжевые то не три элемента так ну и хорошо собираем дальше уголки с желтой стороны ну вот на этом слое они уже собрались сами так переходим сюда зеленые глаза глаза синие тут глаза красные то сделаем это первым для трех верхних слоев р-два у р-два у штрих р-два у штрих р-два у штрих р-два у р-два возвращаем так должны все углы собраться все углы собраны смотрим что по ребрам так на нижнем слое стандартный юперм на третьем сверху получается паритет на втором юперм и на первом тоже юперм делаем юперм для всех четырех слоев и один останется паритетный ф-два м-два д-р-д-штрих д-р-д-штрих так верхний слой собрался чем интересно мне ни разу не попадалось в такой ситуации возможно ли что мы соберем три нижних слоя на 4 останется не собранный принципе понятно как это решать то есть мы собираем сначала верхней игнорируя расположение нижних потом до собираем нижние вот за второй сборку мне такого не попалось сейчас попробовать смоделировать остается нам решить паритет для этого мы наверно вот из такого положения переставим вот эти элементы стандартным юпермом для третьего слоя так мы придем к стандартной паритетной ситуации показал что ошибся но нет так убой собран давайте попробуем сделать то о чем я говорил то есть размешать верхний слой но чтобы были собраны на все остальные в чем смысл смысл в том что отдельно вращать вот желтый слой мы не можем поэтому делаем следующее я кручу сейчас любой юперм для первых двух слоев и вот случилось то чего я опасался пока собирал оба этих два кубой да я ошибся то есть я где-то вращал третий слой а где-то второй как видите но хорошо что у меня есть еще один кубой будет мы этот отложим ведь даже вырезать не буду попробую на первой версии воспроизвести то о чем я сейчас говорил то есть делаю еще раз юпиам для первых двух слоев так да там я 3 повернул вот у нас по три цикла переставились 3 а сейчас я сделаю обратный юперм но верхний слой сдвинул так чтобы она у нас собрался второй свой а верхний не собрался хитро же очень хитро вряд ли кто-то досмотрел до этого момента но тут прям сакральные знания открываются так делаю обратный юперм для двух слоев если кто-то вот до этого досмотрел напишите в комментариях очень интересно будет и вот получилось нерешаемая ситуация на четном кубовиде ну как она нерешаемая она не решается в один алгоритм то есть мы не можем просто взять и провернуть юперма на верхнем слое это невозможно физически если мы не будем затрагивать остальные свои то есть давайте попытаемся f2 m2 d не получится поэтому хотя нет наверное в один алгоритм все-таки можно сейчас попробуем то есть если вы используете юперму через нижний слой то да это точно не не выйдет можно попробовать использовать алгоритм из скоростной сборки кубовидов ну для 3 на 3 на 2 я его использую но вот я уже понимаю что и он не выйдет он звучит как r2u r2u r2u2 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 и повторить все это ходов много но на скоростной сборки эффективно почему не получится r2u то нужно делать на этом слое да но мы можем что сделать раз алгоритм я вспомнил что он существует мы сделаем его на опять же на первых двух слоях r2u r2u здесь ходов много но наверное конкретно для четного кубуида этот алгоритм делать проще не будешь путаться сверху снизу что да где ну вот нам остается теперь при собранном верхнем слое до собрать какой-то еще то что отдельно верхний слой собрать не получится только совместно с остальными это наверное главная особенность 3 на 3 на 10 по сравнению с 3 на 3 на 11 которую вот сразу в глаза не бросилось так как я стараюсь собирать эффективно и пока собираешь нижние слои чтобы верхние тоже уже собрались но вдруг случится такое что вас все кроме верхнего слоя скипанули и вам нужно его отдельно собрать вот такая ситуация может возникнуть ну да собираем что у нас осталось какой-то второй слой а я же сейчас не могу собрать второй слой без первого нам тоже я буду сейчас вращать и у меня ничего не получится ой как интересно становится все отмотаем лишь нужно собрать так чтобы второй слой тоже сам собрался не только верхний сейчас я соберу вот этот и у меня ничего не получится кубой становится все интереснее и интереснее я сейчас наверное прокручу юперм для трех слоев так и попробую что-то после этого собрать F2 M2 3 слоя беру так вот допустим мне такая была не собрана ситуация и что мне здесь нужно сделать мне нужно в первую очередь собрать два верхних слоев да в предыдущей сборке они у нас одновременно собрались мне нужно их сделать одинаковыми а у нас получается у них здесь перестановки в разные стороны для этого наверное придется мне когда-нибудь вывести какой-нибудь хитрый алгоритм попробуем кустарно то есть если я сейчас то есть для второго слоя мне нужно юперму против часовой стрелки я сделаю юперму по часовой и он не соберется то есть у меня вот здесь должен остаться зеленый элемент вот сюда перейдет здесь же мне нужно сделать так чтобы у меня тоже осталась такая же ситуация сейчас мне нужно сделать все по часовой стрелке если я сдвину вот так то синий соберется зеленый пойдет сюда то есть будет синий собранный мы его поставим налево а здесь будет красный ну что он меня в принципе устроит давайте пробовать то есть я сейчас делаю юперму по часовой стрелке для трех вот этих слоев то есть верхний я специально повернул чтобы он не собрался а для второго делаю противоположные первым а на третьем мне сейчас все равно так что вышло что вышло у нас получилось что для этих двух слоев одинаковая ситуация и я их сейчас оба соберу то есть самая главная миссия либо верхние два слоя собрать вместе либо сделать на них одинаковые ситуации то есть ну не совсем одинаковые но главное чтобы один и тот же алгоритм мог оба слоя решить то есть сейчас я сделаю для двух так ведь f2 m2 d' l2 d m2 d' l2 d и на этом этапе у меня мог еще остаться не собранные какой-нибудь там третий слой и я бы его дорешал но сейчас просто повезло а не так то уж и просто этот кубовик 3 на 3 на 10 однозначно всем рекомендую он ничуть не менее интересен чем 3 на 3 на 11 и даже более наверное потому что 3 на 3 на 11 по сути то же самое что в 3 на 3 на 9 только слоев побольше а вот эта заморочка с крайними слоями есть на обоих версиях 3 на 3 на 10 причем вот эта асимметрия приводит к тому что можно ошибиться и весьма удивительно что сейчас уже вот глубокая ночь и я ошибся только один раз по неопытности это можно делать гораздо чаще очень рекомендую 3 на 3 на 10 если у вас не было второй версии то тоже 13 и 15 слойные кубоиды не знаю буду ли я покупать в двух версиях но в одной версии куплю точно а на этом все всем спасибо всем пока и